Всем здравствуйте, меня зовут Горелик Юлия, мне 13 лет, я учусь в школе английского языка Love English Club. Прежде всего, конечно же, мне нравится заниматься английским, но помимо этого я увлекаюсь танцами и еще математикой, раньше занималась вокалом. Когда я пришла учиться в школу Love English Club, у меня был уровень языка Elementary, то есть это самый первый базовый уровень, и то только 50% от него. Думаю, что слов я знала примерно 45%, грамматик тоже не очень много, например, грамматики would, should я еще не знала. Могла читать и переводить легкие тексты, прям самые легкие, и это все. До этого английский я изучала только в школе, и там у нас еще были дополнительные курсы английского после уроков. Один урок дополнительный, за который надо было доплачивать деньги, и то не слишком эффективные были уроки. В этих уроках мы не изучали достаточно грамматик разных, но слова были достаточно высокого уровня, что было несопоставимо. Также на этих уроках было мало разговорной практики. Сейчас у меня уровень Intermediate, который я изучила на 35%. Я за это время успела выучить примерно 25 правил по грамматике. Если посчитать, I will... Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Все кондиционалы. В целом я знаю около 10 времен. Ну, в принципе, английский язык помогает везде, во многих областях. Например, я могу прочитать книгу на английском языке моего уровня с легкостью. Также до этого я ездила в путешествия в разные страны. Но вот вспоминаю, что когда я ездила в Китай, там было кафе рядом с отелем. И мы в него однажды зашли, и у меня есть младшая сестра, которая очень хотела посмотреть мультики. А там был телевизор, но звука не было. Поэтому я попросила, чтобы мне включили звук в телевизоре для того, чтобы посмотреть мультики. Просто в Китае много кто говорит на английском. Да, если вы не знаете китайский, то английский вам очень пригодится. Да, я думаю, что, скорее всего, в будущем я смогу поступить в зарубежный университет. И вообще английский очень пригождается в жизни во всяких иноязычных программах, приложениях, настройках, даже в IT-технологиях. Тем более в IT-технологиях. Но однажды мне надо было младшей сестре помочь в одной компьютерной игре Minecraft. Поэтому я, воспользовавшись моими знаниями английского языка, это сделала. И ещё на уроках информатики в школе некоторые расшифровки, кодировки пишутся на английском. Поэтому даже не выучив чего-то, я могу перевести и понять, о чём это. Моего преподавателя по-английскому зовут Анастасия Лобанова. Мне очень нравятся уроки с ней, потому что они всегда проходят на позитиве. Они у нас очень, так сказать, радостные. Я раскрепощённая на занятиях с ней. Мы свободно разговариваем. Мне нравится, что интересуется моей жизнью. Спрашивает, как у меня прошёл день. И главная практика на уроках в Love English Club – это именно разговор. Мы постоянно с ней разговариваем, тем самым усовершенствуя свои навыки и практикуя английский. И это очень хорошо. Хорошо. Также в качестве домашнего задания мне могут дать как письменное, так и творческое задание. Ну, например, зачастую одно из моих заданий – это прочитать книгу на английском. Я очень люблю читать, поэтому для меня это интересно и увлекательно. Ещё редкие, конечно, случаи, потому что преподаватель понимает, что это трудоёмкая и затратная работа. Именно во временном плане – это сделать презентацию. Но это уже по желанию самого ученика, либо написать рецензию на книгу. Здесь как раз в тему будет перейти на английский язык. Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, о презентацию, которую ты уже делал в английском языке. О, да, я уже сделала презентацию о Крэг-Републике. Я просто хотела учиться в Крэг-Републике, поэтому я хотела сделать презентацию о Крэг-Републике, но я не закончила. Окей, скажи, что вы хотите сделать в будущем? Как вы себе себя в будущем? Кто вы будете становиться? Как вы думаете? Что вы будете делать? Я могу работать в этой сфере, которую я буду выбирать. Это может быть политический сфер, или что-то в бизнесе. И также я очень креативная природа, потому что у меня поддержка от моих родителей, и я учусь в классной школе, Love English Club. Всем, bye-bye! Приходите учиться в нашу школу английского языка Love English Club. Вы сможете смотреть ваши любимые сериалы и фильмы в оригинале, читать в оригинале ваши любимые книги и с легкостью слушать песни. Поэтому здесь у нас очень весело, позитивно. Приходите к нам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Продолжение следует...